Уважаемые студенты 4 курса, изучающие дисциплину современные США. В данный момент вы смотрите дополнение к видео лекции номер 8. Тема 8 видео лекции это ныне действующая Конституция США, это символы американской государственности, флаг, герб и гимн, а также понятие американский менталитет и американская мечта. Все эти вопросы я раскрываю в самом тексте видео лекции, в самой видео лекции, а сейчас это дополнение для того, чтобы рассказать вам о том, какая есть литература по данной теме и задать вам контрольные вопросы или вопросы для закрепления. Итак, что касается литературы. По Конституции у нас есть вот такое замечательное издание, цикл называется «Об Америке», и вот здесь написано «Конституция Соединенных Штатов Америки с комментариями». Здесь полностью рассказывается о том, как эта Конституция разрабатывалась, кем разрабатывалась, где разрабатывалась, кто участвовал в ее разработке. Такое очень хорошее, такое подробное, интересное издание. Вот Конституционный конвент, вот есть раздел специальный, видите, вот Конституционный конвент. Вот, эта книжка, она издана в 2004 году издательством «World Book Encyclopedia». Так, и вот, собственно говоря, сам текст Конституции США, у меня он на английском языке, видите, это маленькая книжка, здесь вот на обложке текст преамбулы, написано «We the people», да, мы народ Соединенных Штатов, перед, там, осознавая свою ответственность перед будущими поколениями, и так далее, принимаем текст этой Конституции. Вот, здесь полностью и сами главы Конституции, значит, статьи, их не так много, их всего семь, да, потом, кто подписал эту Конституцию, от какого штата, здесь есть такая информация. Вот, и дальше поправки, да, всего, вы знаете, к действующей Конституции США принято с тех пор, до нашего времени, 27 поправок. Кроме того, на тему об американской мечте, американском характере, есть интересная статья, автор Петрухина, называется «Американская мечта в контексте современной культуры США». Это статья в сборнике «Американский характер, импульс реформаторства, Москва, 96-й год» издания. И, также, есть еще автор такой фоли, у него есть энциклопедия знаков и символов, и там, естественно, вся символика, связанная с США, тоже присутствует. Что касается литературы по предшествующей теме о выдающихся президентах США, я некоторые книги вам показывал, рассказывал и рекомендовал в прошлый раз, ну, небольшое дополнение. Вот такая книжка Роя Дженкинса есть, «Рузвельт», сравнительно недавно вышла. Видите, на обложке фотографии «Большой тройки», «Рузвельт, Черчилль и Сталин», московское издательство, 2013 год издания. Да, Роя Дженкинс, «Рузвельт». Это у Франкфу не делали на Рузвельте. Вот замечательная книжка о Теодоре Рузвельте. Этот президент тоже достойный и достоин изучения. Автор Анатолий Уткин, замечательный советский-российский американист. Книжка вышла в Москве в 2003 году. И вот в цикле «Гении власти» книжка о одном из самых популярных американских президентов Джонни Кеннеди. Называется «Великий Кеннеди». Вот эта книга российского историка Владимирского. Называется «Великий Кеннеди» с подзаголовком «Клан президента». Москва, 2012 год издания. Это все о литературе, а теперь контрольные или вопросы для закрепления. Первый. Когда была принята и как называлась первая Конституция США? Второй вопрос. Кто был председателем Конституционного конвента, разрабатывавшего текст ныне действующей Конституции США 1787 года? Третий вопрос. Какой штат первым ратифицировал Конституцию США 1787 года? Четвертый вопрос. Сколько поправок было внесено с тех пор, до нашего времени, в Конституцию США? Пятый вопрос. Сколько полос и сколько звезд на современном флаге США? И такой шестой бонусный вопрос. Кто автор слов гимна Соединенных Штатов Америки? Благодарю за внимание.